МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Central Asia's Got Talent". Проект, который даёт возможность стать узнаваемым во всём мире. Здесь можно показывать всё, что умеешь. Этим и круто отошёл. -"Central Asia's Got Talent". Шоу, которое мотивирует стать лучшим. Главная энергетика, которая исходит отсюда, со сцены. Или ты в это веришь, или ты в это не веришь. -"Central Asia's Got Talent". Проект, который объединяет народы. Мы ещё скажем своё слово. Центральный Азиас покажет своих талантливых людей. -"Central Asia's Got Talent". Шоу, которым стоит гордиться. Очень много талантов. Очень много. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый участник – это отдельная история. И, наблюдая за выступлениями, можно понять, сколько вложено труда и времени для создания неповторимого номера. В дневниках шоу «Central Asia's Got Talent» мы рассказываем об участниках чуть больше. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет. Меня зовут Оружан Ардак. Мне 13 лет. Я представляю город Алматы. Оружан спела песню из репертуара Стиви Уандера. В свои 13 лет она уже успела завоевать призовые места на таких вокальных конкурсах, как «Звезда эстрады» и «Айалахан Астана». Также в мае этого года я участвовала в детской «Новой волне», где я представляла Казахстан. Это был очень масштабный и очень классный конкурс, где я получила очень много опыта. У молодой вокалистки есть привычка. После каждого выступления она в заметках телефона записывает свои ошибки и недочеты, чтобы в будущем их не повторять. Самое главное – это, конечно, участие. Ты всегда можешь получить какой-то определенный опыт, вывести какие-то определенные знания из того, что ты делал на конкурсе, из того, как ты к нему готовился. Это всегда очень полезно и необходимо, потому что надо постоянно развиваться, а не стоять на месте. И как раз-таки работа над ошибками – это и есть ключ к этому развитию. Что это, песня? Я буду петь песню Стиви Вандера «Дольче Уори Баба Хэнс». А Ружан, можно будет пригласить вашу маму на сцену? Ой, боже мой! Да, почему мы вас на сцену вызвали, я хотела бы сказать вам спасибо за такой дочь, за такой талант. Мы бы очень хотели, чтобы вы берегли, помогли выйти в свет, потому что такой талант должен увидеть мир. Я даже не знаю, как описать сейчас мои эмоции, потому что я просто ужасно рада. Я прошла, несмотря на то, что у меня было одно «нет», все-таки больше в пользу, да? Поэтому я попадаю в следующий тур. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шоу «Центральная Азия ищет таланты» дарит возможность участникам показать свое мастерство и выступить на большой сцене. Шикарно, просто шикарно. Дильноза Айдарбекова из Кыргызстана любит играть на скрипке и пианино. Но последние 4 года она развивает вокал и мечтает продолжить дело своих предков. Мои бабушка и дедушка были музыкантами. У них была группа в селе. Их, к сожалению, сейчас нет, но я хотела продолжить их путь. Они очень хорошо пели, они писали песни, композиции. И все их дети играли на инструментах и пели. И в том числе и мой папа. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет! Здравствуйте! Тебя как зовут? Дильноза. Будешь сегодня петь? Свою песню Уитни Хьюстон «I have nothing» на английском. Эта песня мне очень сильно нравится и она мне по душе. Из-за этого я хочу ее исполнить сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok У меня четыре, да, к счастью, и они сказали, что я стеснительная, да, вот, скромная, скромная, да, вот, а песня, она очень зажигательная, как бы, но сказали, что красиво было, классно было и сказали, что я красивая. У тебя четыре, да, ты проходишь следующее, мы тебя поздравляем. Спасибо, удачи. Здравствуйте, ребята. Как ваша группа называется? Наша группа называется «Блюмен» Узбекистан. Ребята из Узбекистана отличились от других музыкантов тем, что выступили на шоу с инструментом собственного производства. Хочу, чтобы о нашем инструменте узнал весь мир. Мы целый год разрабатывали конструкцию. На создание первого макета ушло 25 дней. И потом, через неделю, мы приступили к созданию этого инструмента. В качестве основного материала использовали канализационные трубы. Сами создатели относят этот музыкальный инструмент к ударным. Ребята приготовили все документы и ждут получения патента. Даже те, кто не интересуется музыкой, увидев наш музыкальный инструмент, проявляют большой интерес к нему. Звук, который он выдает, не похож ни на один из известных инструментов. Порой у ребят возникают сложности с настройкой этого необычного музыкального инструмента. У нас бывают сложности, особенно, когда мы изучаем произведения великих композиторов. Потому что подобрать правильный звук не так-то просто, но мы справляемся с этим. Браво! Ребята, у меня музыкальная «Да!» Я говорю «Да!» Молодцы! В Центральной Азии очень любят плов. Это блюдо настолько популярно среди народов Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана, что ни одно торжество не проходит без него. Пока я был в Таджикистане, я, к превеликому сожалению, не смог попробовать таджикский плов. В седьмом выпуске шоу «Central Asia's Got Talent» выступил Рустам Нуралиев, ювелир с 20-летним стажем. Но он не совсем обычный ювелир. Дело в том, что Рустам приехал на прослушивание, чтобы приготовить самый маленький плов на мини-приборах, которые изготовил в своей мастерской. «Никто не видел такие вещи. Тот, кто видел, все говорили, это вообще круто. Любой человек, кто увидит, это непостижимо уму все-таки. Сделать 7 грамм плова или, например, двухсантиметровый шашлык». Рустам уже более 20 лет занимается ювелирной ковкой. Если у него нет настроения, он идет в цех и занимается любимым делом. «Во-первых, она успокаивает меня. Во-вторых, там есть достижения какие-то. Потом через ювелирную ковку меня знают многие люди уже». 8 сентября 2018 года в Узбекистане был поставлен рекорд Гиннеса по приготовлению самой большой порции плова на планете. Он весил 7 тонн 365 килограммов. «Самый большой плов сделать очень трудно. Там ему нужны очень много сил и людей тоже. А про самый маленький плов никто не подумал. Его сделать тоже не очень легко». «А вы нам какой плов приготовите?» «Домашний». «На следующее шоу побольше, пожалуйста». «Хорошо». «А то нас трое, а тут такой легенд, такой казан». «А отсюда всем хватит. Восемь человек кушали, половина оставалась». «И вправду запах плова». «Так вкусно!» «Так вкусно!» «М-м-м-м-м-м-м!» Привет. Здрасте. Я Кумар. Вова. Очень приятно. Владимир. Да. Ну, чем будешь удивлять сегодня? Я буду удивлять олд-дэнсом. Буду показывать универсальность мужской и женской стороны под новым номером. Незадолго до кастинга шоу «Central Asia's Got Talent» Владимир получил серьезную травму головы. Нас позвали выступать на День здоровья в парк один. Мы выступали, там был снаряд, но он шатался, и матов ничего не было. Выполняя акробатические элементы на пилоне, его рука соскользнула, и с 4-х метровой высоты он рухнул головой на асфальт. Мне повезло, что я в кома не впал в свое время. Вот, когда я очнулся, я помню еще несколько дней я был в предреанимационной такой палате. Я очнулся, у меня сестра сидит, заходит врач и говорит, ну, вопросы задает, как тебя зовут, а это кто, там, а когда ты родился. Я ему отвечаю, я думаю, что за дурацкие вопросы, типа, вообще, что вы мне задаете. Оказывается, просто это проверяли, потерял я память, не потерял, есть у меня какие-то дефекты после, ну, сложной вот этой операции. Врачи запретили Владимиру заниматься спортом, но танцора это не остановило, и он пришел на шоу «Central Asia's Got Talent». Первое время, пока я дома сидел, потом волосами заросло, и, в принципе, нормально особо. Так не замечаю, но когда коротко подстригусь, конечно, видно. А первое время было видно, прям, как пульсирует мозг. Это что у нас сзади? Я думаю, вы посмотрите и увидите. И это находка с этим, все-таки, с вашего позволения, я буду называть его шестом. Но больше драйва, больше энергии. Мне было, если честно, просто скучно. Да, здорово, в смысле, классно, но и всего лишь. Могло быть и лучше, конечно, были какие-то свои помарки. То, что я не сделал, конечно, я расстроился, но 3D, это уже для меня хотя бы скользко было. От того, что душно и пилон скользкий, поэтому я некоторое не смог сделать чисто физически. Руки поехали. Ну, кто там следующий? А сейчас мы узнаем. Всем привет, меня зовут Самар. Я выступаю под псевдонимом Сэмбэл. Мне 19 лет. И я представляю Кыргызстан. Несмотря на то, что в семье у Самара все врачи, он решил посвятить себя музыке. Я вначале думал, что я продолжу династию, буду врачом, кардиологом. Но как-то уже, когда в школе я выпускался, мои мнения изменились, так как это не мое. То есть чисто не мое. Вот музыка мне больше по душе. Я много кем хотел быть. И баскетболистом, и футболистом, и боксером. И я на эти секции очень много раз ходил. То есть я думал, что в этом мое прозвание. Но остановился на музыке. В этом году он поступил в экономический университет в Бишкеке. Говорит, что это на всякий случай. Вдруг с музыкальной карьерой не срастется. Ну, с детства я очень хотел петь, но в итоге голоса не было. Ну, когда уже период, когда подростковый период был, 15 лет, тогда уже начал как-то голос проявляться. То есть начал петь, петь, и в итоге что-то начинало получаться. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Самар. Я выступаю под псевдонимом Самвел. Я из Кыргызстана, мне 19 лет. Я занимаюсь музыкой. И работаю детским аниматором. То, что я мечтаю, оно сбывается потихоньку. И оно, думаю, в будущем исполнится. Я к этому очень сильно стремлюсь. Заполнить весь стадион. 70 тысяч человек. Вот это моя мечта. Испеть свою авторскую песню, которую будут слушать все люди. Все люди мира. Субтитры создавал DimaTorzok Альния. Предубеждать надо, да? Да, да. Такое высокое напряжение, да. Самвел перебесился на сцене. Я хочу просто коротко это прокомментировать, и все. Спасибо. Главное, чтобы ты сам достучался до себя. Понял, что тебе по жизни надо. Спасибо. Не то, чтобы хотелось бы, так как я могу и лучше, но он чутко переволновался. Может быть, даже слишком. В следующий раз, я думаю, пройду. Он не кричал, он хотел докричаться до нас. Достучаться. Меня зовут Евгений Попелов. Широко известный в очень узких кругах под вседанием Перски. У меня в семье очень много музыкантов. У меня отец музыкант, у меня дед был музыкант. Мама занималась музыкой. Жена занималась музыкой. То есть, ну, я вырос в среде, которая пропитана музыкой в целом. Евгений недавно записал собственный музыкальный альбом под названием «Гипноз». Но, как говорит певец, это только начало. В будущем он хотел бы стать известным продюсером. Возможно, это будет какой-то лейбл, возможно, это будет какая-то формистическая деятельность. Это очень интересно. Наверное, так. Наверное, так. Ну, то есть, это оттачивание мастерства. Я думаю, да. Давай, давай. Поехали! Спасибо. Отлично себя чувствую. Просто прекрасно. Спасибо. Я выложился по полной программе, поэтому я доволен сам. Спасибо вам. Очень, очень классно. Спасибо вам. Очень приятно. Спасибо. Здравствуйте. Мы танцевальная группа «Тумар». Мы из Бишкека, представляем Кыргызстан. «Тумар» переводится как «Талисман». И мы хотели бы стать талисманом этого проекта. Перед тем, как попасть на сцену Central Asia's Got Talent, танцоры успели выступить на многих международных площадках. Честно сказать, уже на данный момент трудно. Ну, вот пол-Европы это точно. Это вот Чехия, это Германия, Австрия, вот Польша. Это только Европа, если брать. Мы в Америке вот два раза были, например. Очень много. Вот месяц назад мы с Китая вернулись. Так что трудно вспоминать, но достаточное количество. Большой жизненный опыт и огромное желание добиваться успехов. Это и есть топливо для машины под названием «Тумар». А что будете нам показывать? Современный танец с акробатическими трюками. Мы готовы на вас посмотреть, пожалуйста. Желание команды стать талисманом седьмого выпуска шоу привело их к «Золотой кнопке». Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» В седьмом выпуске шоу участники показывали номера, которые хочется пересматривать снова и снова. Ну а если вы не успели посмотреть выпуски шоу, подписывайтесь на YouTube-канал Central Asia's Got Talent. Там можно увидеть все выступления участников шоу. А чтобы следить за всеми новостями проекта, подписывайтесь на нашу страничку в Instagram. Сегодняшний выпуск дневников подошел к концу. А мы напоминаем, что в это воскресенье мы покажем последнюю серию прослушиваний. Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует...